друзья приветствую руслан из питера передал мне образцы масла синтек люкс 540 slcf вот две баночки свежая отработка так сейчас создам эталон данного масла а потом проверю отработку так заложил и образец сейчас на болванке обновлю спектр посмотрим какие данные получится у прибора ну и подкорректируем если потребуется значит вот такая спектрограмма вот видите между двумя максимальными пиками нету полочек здесь явно нету ничего такого и стеро я по крайней мере не вижу так выбираем данное масло где-то у меня это уже вот эталоны созданы здесь я на всякий случай добавлю сл сохраняю это параметры по которым будет масло анализироваться для тех кто не знает убираю загрязнения биодизелем и пузырьки это лимиты здесь можно корректировать и смотрите противоизносные присадки относительно кастрола 030 13 процентов ну понятно что здесь плюс минус какое-то гуляние есть потому что значит это очень маленькие значения если их переводить там в две капли видите для образца на две капли это минимальное значение там ну и я думаю что все таки это относится к классическим фосфор цинк присадкам не здесь скорее всего в пакет добавлено что-то еще такое значительно попроще я думаю подешевле гликоли смотрите шесть десятых это я вывожу в ноль чтобы потом можно было оценить появился ли гликоль снова в отработке или нет так сажа минусовые значения тоже уберу и посмотрите что намерил прибор 123 кислотная очень низкая кстати это косвенно говорит о том что классического пакета противоизносного здесь крайне мало то есть я думаю что для экономии закладывают сюда минимал какой-то может быть чем-то добивают какими-то простыми вот компонентами но я здесь не специалист скажу честно и щелочное 8 и 4 приборная мерил но с учетом разницы гостов может быть потому что сам синтек заявляет 8 и 8 где-то в 9 до скорее всего я не стал трогать появилась именно идея сохранить вот эту дельту между кислотным и щелочным потому что все равно по этой дельте по мере ее израсходования я как бы рассчитываю ресурс масла поэтому может быть даже интереснее оставлять значение которое намерил прибор вот чем столкнуться ситуации как с мобилами частенько происходит кстати я нашел по моему объяснение почему мобил мобил 1 esp показывал значение старые рецептуры показывали значение 10 и 5 10 и 3 там 10 и 2 нетипичные для цешек там и для ильсаков значит я да по моему нашел объяснение тут я проверял на на днях и понял в фишка значит будет ролик покажу вам это у нас chrysler sebring gr 2002 года 2 и 7 бензиновый мотор е е r 205 сил общий пробег 556 тысяч 300 километров чума вообще ну и давайте значит перейдем сейчас к результатам смотрите противоизносный уровень 119 чуть выше но я скажу что если изначально он был 13 да там минимал то тут уже вот погрешность может вот такую роль сыграть то есть если он 14 стал то получается понимаете да если он оценился но это погрешность если он 15 оценился вот сейчас на отработки то здесь уже 100 119 сработалась щелочное слабый пакет ну слабое масло откровенно говоря кислотное подросло 123 было здесь 2121 немножко сажи немножко гликоля ну я даже не знаю то ли может быть что-то попадает а кстати интересный момент по гликолю руслан говорил что он меня ли вкладыши на всякий случай то есть кольца родные на моторе такой огромный пробег но кольца родные вкладыши меняли с чем сталкивался я при ремонте мотора при использовании герметика герметик масло вымывает этот герметик и может это отразиться на уровне гликоля возможно что вот недавний ремонт отразился с этим столкнулись вот так не очень давно и вот такое интересное наблюдение ну и посмотрите с вязкостью до видно разжижение все таки здесь я бы рекомендовал руслан но я вам уже написал посмотреть форсунки на предмет литья потому что видно что под заливает немножко вот здесь опять же можно сказать что надо обратить внимание тоже на фильтр воздушные потому что достаточно высокие значения по они трава не да кстати не забывайте отметить видео нажимайте палец подписывайтесь нажимайте колокольчик кто этого не сделал ну и вот такой прогноз ресурса что было что стало пробег на масле чуть-чуть легкий перекат но это ничего страшного значит масло по моим оценкам способна выдержать 5300 километров или двести три моста моточаса двести три часа двое двести часов но для такого откровенно слабенького масла я думаю хороший результат руслан кстати меняет масло на пяти тысячах вот и можете оценить пробег больше полумиллиона километров родные кольца объем масляной системы кстати я не проговорил не успел 47 250 грамм было долито масло вот ну в общем то мне кажется достойный результат для такого масла это простое масло это как вот лукойлы там стандарты и еще что-то такое и у синтека есть то что светофоре универсал до продавалась скорее всего это одна и та же история ну и вот показательно что даже самое дешевое масло с урезанным пакетом но при заменах укороченных там до пяти тысяч километров может обеспечить вам не знаю достаточно ну да более чем достойный ресурс мотора все-таки для мотора для ресурса мотора важнее чтобы в нем находилась как можно дольше чист чистое масло мотор убивает грязное масло это основная причина износа вот ну естественно если перекат уже там и лаки и шламы они тоже могут способствовать залеганию колец образованию всяких лаков и всякой другой гадости вот такой получился тест пишите что думаете благодарю руслана за образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока